Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века великий русский хирург, архиепископ Лука Война Есенецкий совмещал сразу три масштабных поприща – архипастерская, медицинская, как практикующий хирург, и преподавательская, как заведующий кафедрой профессор медицинского института. Его личность неинтересна как раз своей многогранностью и единством разнородных талантов, живших в его большой, богатой и любвеобильной душе. «Если станете описывать мою жизнь, не пробуйте разделять хирурга и епископа. Образ, разделенный на двое, неизбежно окажется ложным», – говорит владыка. О своей жизни рассказывает сам святитель на страницах автобиографии, которая уже не раз выходила в свет в разных издательствах под названием «Ее полюбил страдание». И сегодня на нашей книжной полке находится одно из таких переизданий. Эта книга, вышедшая в свет в издательстве «Сибирская благозвонница», познакомит вас со светлой личностью святителя Луки Война-Ясенецкого, профессора хирургии, лауреата государственной премии. На его долю выпало то, что пережил любой русский православный архиерей первой половины XX века – поношение, тюрьмы, лагеря, ссылки, изгнания и пытки. Пройдя весь этот коммунистический ад, владыка Лука остался верен исповеданию истины. И где бы он ни был, в застенке, на кафедре, за операционным столом, он был носителем слова. «Так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили отца вашего, который на небесах». Святитель Лука в меру Валентин Феликсович Война-Ясенецкий родился 27 апреля 1877 года в Керчи. И происходил из древнего, но обедневшего дворянского рода. Предки его служили при дворе польских и литовских королей. Дед жил в Могилевской губернии, в курной избе и ходил в лаптях, хотя имел мельницу. Отец Феликс Станиславович какое-то время владел аптекой, но она больших доходов не приносила, и он перешел на государственную службу. В автобиографии святитель Лука пишет. «Мой отец был католиком, весьма набоженным. Он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Религиозного воспитания я в семье не получил, и если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца». Кроме Валентина в семье было еще двое сыновей и две дочери. В конце 80-х годов воины Ясенецкие переехали в Киев. Здесь Валентин окончил гимназию и параллельно Киевское художественное училище. В это время он находился под влиянием народнических идей. Вот что об этом вспоминает сам Владыка. «Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступить в Петербургскую академию художеств. Но время вступительных экзаменов мною владело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей». Юноша послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии там были уже заняты, и он поступил на юридический. Однако через год его опять неодолимо повлекло к живописи, и Валентин поступил в частную школу профессора Книра в Мюнхене. Проучившись там короткое время, молодой человек вернулся в Киев, где с друзьями усиленно занимался рисованием. Тогда же проявилась религиозность будущего святителя. «Я каждый день, — пишет архипастырь, — а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, что видел. Я сделал много набросков и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходивших туда за тысячу верст. И тогда уже сложилось то направление художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы не оставил живописи. Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление в моих занятиях живописью. В то же время Валентин усиленно размышлял о весьма трудных богословских и философских вопросах, и страстно увлекся этическим учением Льва Толстого. Юноша спал на полу, а летом, уезжая на дачу, косил траву вместе с крестьянами. Он даже написал Толстому письмо, в котором просил повлиять на свою суровую мать, противившуюся его стремлению стать толстовцем. Однако вскоре в руки юноши попала книга Льва Толстого «В чем моя вера?», резко оттолкнувшая его издевательством над православием. «Я сразу понял, что толстой еретик весьма далекий от подлинного христианства. Правильное представление о христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который по доброму старому обычаю я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь». Очень многие места Евангелия произвели тогда на него глубокое впечатление, но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Святитель говорит, «У меня буквально дрогнуло сердце. Я молча воскликнул. О, Господи, неужели у тебя мало делателей?» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на Ниву свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божьим на служение ему. В 1898 году Валентин осуществил свое горячее желание быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Там он учился блестяще и по окончании получил диплом врача с отличием. В автобиографии Владыка пишет, «На третьем курсе произошла интересная эволюция моих способностей. Умение весьма тонко рисовать и любовь к форме перешли в любовь к анатомии. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии». После успешного окончания университета Валентин очень удивил своих товарищей, когда сказал им, что намерен быть простым врачом. Но началась русско-японская война, и молодой врач в составе медицинского отряда Красного Креста выехал на Дальний Восток. Ему поручили заведовать одним из хирургических отделений, и он, не имея специальной подготовки, сразу стал делать много сложных операций. Так и началась медицинская практика хирурга-врача, будущего архиепископа. Подробнее же об удивительной жизни этого святого вы узнаете, прочитав книгу «Святитель Лука. Войны Ясенецкий. Я полюбил страдания». Автобиография. «Я полюбил страдания», – писал святитель Лука в одном из писем. Такими словами названа и книга его воспоминаний. Перечитателем автобиографии раскрывается необыкновенная по своей многогранности жизнь человека, всецело преданного церкви и людям. Его удивительный облик, священное величие, мученическая жизнь, научная эрудиция вызывает восхищение. И не случайно, что святитель Лука в очень короткий срок стал широко известен, горячо любим и почитаем повсюду. На этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова